Привет, бои-скауты! С вами Кьюбайт! И наконец-то настал тот день, когда мы распакуем новую волну, 12-ю кажется, волну LEGO Dimensions. Я на самом деле очень долго ждал эту волну, и сначала я хотел её заказать сам, точнее я всегда сам заказывал эти пакетики, но мне написали из Warner Bros. и сказали, что мы тебе уже её выслали, и я такой, ну окей, ладно, я буду ждать, спасибо. Но в этот раз, вот как-то они в прошлый раз присылали, большое им за это спасибо, и вроде пришло быстро. В этот раз я довольно долго ждал, но всё-таки я получил полную волну, вроде даже все пакетики целые, не помятые, это замечательно. И давайте уже поскорее посмотрим, тем более будем обязательно проходить ещё Юных Титанов, потому что там есть эксклюзивный эпизод, за который, я надеюсь, меня не заблокируют, но по идее он должен быть крутым, я кое-что там уже посмотрел, но не полностью буду делать субтитры и так далее, так что если вам это интересно, поддерживайте лайком. Тем более вышел ещё четвёртый эпизод Стражей Галактики на канале, тоже посмотрите, поддержите, если вам это интересно. Но, и в общем, давайте начнём это всё дело раскрывать и смотреть. Кстати, с посылкой была маленькая записка, видите, здесь даже специальный такой лист с Warner Bros. логотипом, с пожеланиями, с лучшими пожеланиями, здесь написано Enjoy, то есть наслаждайся. Большое спасибо Warner Bros., ну хоть они мои ролики, естественно, не смотрят, они на английском общаются, они не смотрят русские ролики, но давайте начнём, наверное, с Битлджуса, фанпэк. К сожалению, это всего лишь фанпэк, как я сказал, и он добавляет мини-фигурку Битлджуса и добавляет песчаного червя. Как раз таки из фильма Битлджус, это по фильму. Замечательный фильм, если вы не смотрели, обязательно посмотрите. А теперь я уже раскрыл где-то. Распакуй, да где же я это раскрыл? Всё это дело соберу. Вот так выглядит сам песчаный червь. Конечно, в стилистике самого Битлджуса, вот у нас здесь рядом, песчаный червь крутой, собирается очень просто, то есть он даже слегка подвижный, то есть видите, можно, например, поднять его чуть выше, можно опустить, у него открывается эта пасть с клыками, с зубами. В общем, смотрится довольно жутко и круто, то есть прям как в фильме это было. Примерно даже стилистика Лего, вот она сюда неплохо вписывается. И следующее, что здесь есть, это, конечно же, мини-фигурка самого Битлджуса, который, блин, ну вот за это можно любить Лего Деймэншнесс. Они дают шанс получить лицензионную, ну официальную фигурку Лего персонажа твоего любимого. Был бы это Соник, Марти Макфлай, вот у нас Битлджуус и так далее. То есть таких много и это круто. Битлджуус, у него два выражения лица. Кстати, сам костюм шикарно выглядит, сама мини-фигурка, вот все эти детали, то что нужно. И мне нравится даже и цвет волос, как они сделали, то есть это особый цвет волос. И само его лицо, там есть и усики, есть и вот эта вся грязь, это на его лице круто смотрится. Плюс второе выражение лица, оно такое немного грустное. То есть если первое веселое, то второе такое немного сгрустнувшее. Это, кстати, девятая волна, я просто немного спутал. Почему-то вот у меня 12 цифр была в голове. Конечно, многие предрекают, что это последняя волна Лего Деймэншнесс. По крайней мере, в этом году она, наверное, точно последняя. А что будет вот в следующем, в 2018 году, пока, к сожалению, неизвестно. Я напомню, что Лего Деймэншнесс для меня это, наверное, самая любимая Лего игра на данный момент, потому что, ну, она потрясающая. То есть вот вся эта концепция и идея Лего Деймэншнесс, это что-то невероятное лично для меня, потому что они собрали огромное количество моих любимых вселенных, всего-всего-всего, в одной игре, с этими Лего наборами, которые я тоже люблю. Да, это стоит дорого, но вот сама идея, это очень круто. То есть вот это нельзя не любить, на мой взгляд. То есть сама идея Лего Деймэншнесс, это не что-то с чем-то. И круто, что они смогли ее реализовать и даже два года продержаться. Следующее, что у нас здесь есть, это супер-крошки. Возможно, вы знаете этот мультиреал, то есть вот так выглядит. Один пэк, это Тимпэк, и второй пэк, это Фанпэк. Здесь у нас зеленая супер-крошка, она же Баттеркап. И здесь у нас Блоссом и Бабблс. Да, ну и, конечно же, Октия и смартфон. То есть они есть в комплекте, а здесь у нас просто мега-огромный зеленый робот. Судя по тому, что я видел на геймплейных роликах с Комик-Кона и так далее, и сами мини-фигурки, они, ну даже на коробке, они смотрятся здорово, так что давайте поскорее их распакуем, и я покажу их поближе. Давайте сначала пройдемся по мини-фигуркам, и они реально прекрасны. Это пузырек, и посмотрите, как она выглядит. Кстати, головы были в отдельных пакетиках, посмотрите, какие они красивые, необычные формы. То есть для Лего это, естественно, не свойственно. И это больше даже не леговские головы, а вот конкретно мультиреальные. Вообще перенесли именно персонажей идеально, вот, ну, лучше я себе представить и не мог. Выглядит круто, глаза большие, прически те же, цвета те же, все замечательно, большего не нужно. Следующий персонаж у нас идет этот Светик, посмотрите, как выглядит она. Опять же, голова точно такая же, как и в мультсериале, ну, не леговской формы совершенно, но просто офигенно это все вписывается. Так же, как и Соник отлично вписался в Лего, как и другие персонажи, все-таки Лего Дейменшинс вот этим она и замечательна. Это у нас Светик, у нее прическа ее каноничная. Кстати, вот здесь что-то вроде резин, но хотя нет, это, наверное, пластмасса. Да, все-таки она такая твердая, да, и здесь пластмасса. Хотя я хотел бы, чтобы сделали резиновый, можно как-то, знаете, было немного подвигать. Ну, и опять же, цвета абсолютно те же. И последняя мини-фигурка, это у нас Пестик. Вот так она выглядит, зелененькая. Тоже абсолютно такая же прическа, такая же, какая была и в мультсериале. Если вы смотрели, то вы понимаете, о чем я говорю. Большие глаза, все здорово. Это офигенно. И цвета те же. Кстати, забыл упомянуть, что здесь еще на подставках есть различные, типа, комиксные такие звуки. Зэп. Дальше у нас здесь пау. И последнее это бэм. Вот, смотрите. Бэм. Ну, и теперь минутку для сборных фигурок. Это у нас Октиосминог. Тоже выглядит круто. Смотрите, у него лапки поднимаются, эти щупальцы его. У него огромные большие глаза. Разумеется, в этих наборах маленьких нет никаких наклеек. Поэтому эти глаза очень круто подойдут куда-нибудь в другое место. То есть, это прям принтованные детали. Так что, это однозначно круто. Вот здесь поднимаются его щупальца. Ну, и, в принципе, все. У него такой синий носик. Даже крутится прикольно. Вот, и в целом все. Ну, и глаза. Глаза это прям самая крутая особенность этого осьминожка. Следующий это Мега Бластбот зеленый. Он, на самом деле, выглядит не так уж и круто. Ну, по мне. То есть, есть некоторые недочеты. Я бы, конечно, деталей поприбавил, чтобы он выглядел более детализированным и здоровским. Но, в целом, так тоже неплохо. То есть, для такой небольшой сборной фигурки тоже подойдет. Видите, здесь у него есть такая огромная дубина. Ну, хотя не очень-то она и огромная. Ну, в общем, он далеко не идеальный, но неплохой. И последний это телефон. Вот, он выглядит очень забавно благодаря вот этой рожице. Опять же, это принтованная деталь. Так что круто подойдет. Капхед. Тоже здорово выглядит. И, в принципе, ну да, он такой себе обычный. Ничего супер особенного. Но вот эта деталь принтованная, она добавляет, конечно, крутости. Потому что вот это лицо, принтованное, да еще и крутое. В общем, от этого, действительно, эта фигура становится похожа на то, что мы видели в мультсериале. Ну и, наконец-то, мы добрались до самого вкусненького. Это, конечно же, паки по... Юным Титанам вперед. Я думаю, вы этого ждали долго. Я этого долго ждал, потому что я проходил Юных Титанов на телефоне. Вам очень нравилось. Я надеюсь, кто-то из тех зрителей еще остался и подписан. Наверняка, да, это не так давно было. Но теперь нам представили пакеты, паки для LEGO Dimensions. И я еще тогда об этом узнал и очень ждал. В общем, здесь у нас есть Raven, здесь у нас есть Beast Boy, здесь у нас есть Starfire. Также есть небольшие боты, сборные всякие штуки. Сейчас их тоже посмотрим. И, к сожалению, здесь опять же Team Pack и здесь у нас Fun Pack. Но, как я и сказал, здесь еще есть дополнительный эпизод. И мы попробуем посмотреть, попробуем поиграть. В общем, мы все это... Я, возможно, все это в одном ролике попробую. Возможно, в нескольких. Я пока еще сам не знаю. Но начнем мы, наверное, с Юных Титанов. А дальше уже посмотрим, что и как. По крайней мере, вот это все выглядит очень здорово. По Юным Титанам нужно будет сделать отдельный ролик. Так что, если вам интересно, отписывайтесь в комментариях об этом. Ну и давайте теперь я это распакую и соберу. Займет какое-то время, но я вернусь уже со сборными мини-фигурками. Со собранными. Опять же, пожалуй, начнем с мини-фигурок. Первая мини-фигурка это Beast Boy. Замечательный, все его любят, я его люблю. У него есть банан в руке. Я, кстати, давненько не встречал бананов почему-то в лего-наборах. Но у него здесь есть банан, разумеется, это же Beast Boy. Я очень хочу потестить его способности в игре. Так что обязательно дождитесь ролика. Там будем пробовать превращаться и там во всякую гориллу, и в дельфина, и в птичку. Он, по-моему, в калибре умеет превращаться. В общем, что-то такое. Будем смотреть. Сама мини-фигурка довольно крутая. Здесь у него, смотрите, есть рука. Такая, знаете, зеленая. И, естественно, у него два выражения лица. Первое выражение лица, сейчас посмотрю. Ну, это просто улыбчивое, такое, знаете, обычное. У него, кстати, видите, необычная такая прическа с ушами. Здоровская. И второе выражение лица, это такое, знаете, ну, не то чтобы грустное, но явно недовольное. То есть он такой, что происходит, я хочу печенек. Может быть, немножко твинкис. Следующее, это Starfire. Замечательная. Кстати, ее мини-фигурка мне понравилась больше всего, потому что, смотрите, блестящие детали, видите? Вау, это прекрасно, по-моему. Сам костюм отлично перенесен. Вообще, сами мини-фигурки отлично перенесены из мультсериала. Здесь вообще никаких пререканий, недочетов я не заметил. По крайней мере, если вы что-то заметили, напишите в комментариях. Может быть, какую-то деталь забыли. У нее волосы такого цвета, нужного прям. И, ну, сами волосы обычной формы. Такое в лего часто попадается. Снимаем аккуратненько. И два выражения лица. Первое, это улыбчивое. Так оно выглядит. И второе, это напуганное. Оно прям вопит. У нее классные, кстати, глаза такие зеленоватые здесь. Блин, ну, не знаю, мне очень нравится. Здорово. И последняя мини-фигурка, это шикарная Рейвен. Вот так она здесь выглядит. Вообще, вот, наверное, мини-фигурки как раз-таки по юным титанам меня впечатлили больше всего. Хотя, супер-крошки исполнены отлично. Ну, и Битлджуус, он клевый все равно. Он хороший, но вот юные титаны понравились больше всего. У нее есть плащ. Такая, знаете, плащевка с капюшоном. Сама мини-фигурка такая же, как и показывалась в мультсериале. То есть, есть такие вкрапления. Красные, у нее есть молнии. Ну, это что-то типа магии просто на самом деле. И если мы капюшон снимем, то увидим два выражения лица. Первое, это достаточно спокойное, чем-то похоже на второе лицо Бестбоя. И второе, это просто нечто. Красные глаза, она злая. В общем, это офигенно. Вот то, что нужно для Рейвен. Очень круто сделали, очень круто подошли к этому вопросу. В общем, сами лица действительно здоровские. Теперь давайте глянем их дополнительные сборные фигурки. В комплекте со Старфайр идет бот Титанов. То есть, видите, у него здесь буковка Т. И он, в принципе, под цвет самой Старфайр. У него есть шлем. Довольно обычная штука. Ничего крутого не вижу. Так что, наверное, мы на нем задерживаться не будем. То есть, вот так он выглядит. Такого, наверное, можете и у себя дома собрать, если у вас есть нужные детали. Да, или из каких-то других деталей можно собрать. То есть, он совсем уж простенький. Это мне понравилось больше всего из всего то, что я сейчас показывал. Это магическая книга Рейвен. И она прекрасно сделана. Посмотрите. Здесь у нас исходит различная черная магия. Здесь вот эта вот штуковина. Я ее впервые встречаю. Очень похоже на какой-то суперкинжал. То есть, вот эти клыки-то они раньше были. А вот этого я не замечал. Возможно, какая-то эксклюзивная деталь. Может быть, нет. Вот. И сама книга круто исполнена. То есть, она черная с фельдотами вот этими, скажем так, обложкой. Да, то есть, по идее, это обложка. Блин, клево выглядит. Прям вот то, что я видел в мультсериале. И смотрится очень хорошо. Вот так, со стороны. Ну, а вместе с Бестбоем шел Титаномобиль. Скажем так. То есть, это автомобиль Титанов юных. Ну, он больше, наверное, похож на трактор даже, чем на автомобиль. Очень забавно. Здесь опять же буков КТ, как вы видите. Ну, он тоже довольно простенький. То есть, есть большое колесо, здесь маленькое колесо. Ну, как я и сказал, действительно похож на трактор. Но он такого хорошего бирюзового цвета. Вот на этом сегодняшние наборы закончены. Я все подсобрал. Все вам показал. Надеюсь, вам было интересно. Лично я долго ждал эти наборы, чтобы вам показать их. Чтобы самому поиграть в LEGO Dimensions. И опять же, вам показать. Надеюсь, вам это видео было интересно. Я думаю, что оно небольшое. Получилось такое быстренькое. Почаек самое то. Поддерживайте лайком. Оставляйте свои комментарии. Конечно же, ждите ролика на этом канале. Скоро времени он будет. Только дайте я закончу там с Соколом, с другими посылочками. И ролик обязательно этот геймплейный будет. Так что, кликайте еще на колокольчик. Жмякайте. Продавливайте его, чтобы о новых роликах узнавать самым первым. Всем спасибо. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok